В ближайшем Подмосковье стремительно растет число городов, которых нет ни на одной карте. Стихийные поселки отличаются интернациональным населением и наводят страх на местных жителей. Уровень криминала там, как правило, зашкаливает. Однако все попытки навести на этих территориях порядок пока терпят фиаско. А скрытый от посторонних глаз жизни городов-призраков. Александр Карпов. Территория, свободная от закона, начинается в километре от МКАД. Деревня Человитьева. Некогда райский уголок в окружении лугов и рек ныне вплотную прилегает к Матищинской ярмарке. Со всем вытекающим оттуда интернационалом. Вы знаете, задушили. То есть? Задушили нас. Где ярмарка, там люди, знаете, таджики, узбеки, киргизы. Меграды тоже разные люди, да? Вы придите вечером, вы посмотрите, что здесь творится. Творится форменный Вавилон и полное отсутствие представителей российской власти. Нет дураков соваться в национальные анклавы, отгороженные почти настоящими госграницами. За этим шлагбаумом маленькая Абхазия. Погран охрана с автоматами, пока игрушечными. С Абхазией граничит маленькая Киргизия. Это девочка, да? Да. То есть она уже россиянка? Да. А дом как, купили или что? Нет, откуда купим такие деньги, откуда у нас. Так пришли и поселились. Киргизы, кстати, элита Челобикиева. Многие с высшим образованием и российским гражданством. Братья Мансур и Джахандир Розыковы начинали грузчиками на ярмарке. Ныне у них свой и даже уже легальный бизнес. Арендую землю и работаю в сфере техобслуживания автомобилей. Люди здесь хорошие, соседи нормальные здесь, да, понимаете? Ну, потому что мы здесь тоже нормально живем, да, вот убираемся, вот постоянные уборки. Сосед Молдаванин – скупщик цветного лома. Вопрос о законности его занятия вызывает у местных лишь смех. Тем более в соседних анклавах через улицу, сплошь криминал, цыганские таборы и почти открытая наркоторговля. Идешь в совет, просишь помощи, говорят, мы ничего не можем сделать с ними. Я говорю, вы посмотрите, у меня забор сломали. Как только начинает милиция приезжать ловить наркоманов, они бегут прямо у меня через забор и сюда в калитку. Вот я тебе даю интервью, да? Да. И стараюсь объяснить тебе логично, понимаешь? Мы люди мирные, мы не тревожим никого. Табор все-таки. Табор? Ну. Значит, все-таки вот здесь табор. Командир, сам понимаешь. Это ваши приехали, да? Ну, а как же. По данным полиции, лишь за 6 месяцев этого года мигранты в Московской области успели совершить почти полторы сотни только тяжких преступлений. 47 уголовных дел об убийствах, 27 о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть граждан. И также 36 уголовных дел об изнасиловании. Любезные гости убивают и насилуют радушных хозяев едва ли не каждый день. На прошлой неделе в Дедовске местные жители поймали гастарбайтера, напавшего на несовершеннолетних девочек прямо в подъезде. Мужчина этот проследовал за ними, поднялся наверх с расстегнутой ширинкой, как они заметили девочки. Он выбрав самую старшую девочку из троих, он, естественно, руками начал хвататься за нее. Однако облавы на гастарбайтеров, по признанию самих сотрудников МС, мало что дают. Товарищ, просыпаемся. Ухомерность в Московской области. Стройка в Долгопрудном. Миграционная служба в очередной раз вытаскивает из бытовых таджиков. Они даже довольны, какое-никакое развлечение. На автобусе покатают. Смысл происходящего не ясен. Нахождение на территории Российской Федерации их законно, так как срок пребывания на территории Российской Федерации не превышает 90 суток. Вот так же бодро силовики год за годом бегают и в Челобитьево. Выходят замечательные кадры разорения городка нелегалов с Матищинской ярмарки, построенного из бытовок. Но через час нелегалы всегда возвращаются в свои норы. Тайный город полон постояльцев и сегодня. Местные жители чувствуют себя с такими соседями, как на войне. Постоянные здесь разборки, вот здесь переулки. Постоянные шприцы около дома детей не можем. Мы сидим за сплошным забором. Капитальные ворота, круговое видеонаблюдение, автостоянки и автомастерские. Вот кухня, снятая через забор. В чанах кипит какое-то пахучее варево. У ворот это самое поразительное. Действующие терминалы оплаты мобильной связи и банкомат. Дабы новые хозяева земли подмосковной ни в чем себе не отказывали. Александр Карпов, Анастасия Саховская, Михаил Девяткин, Вести, Москва.